Добрый день! Вы смотрите итоги недели телеканала Уллправда ТВ. Мы собрали самые значимые новости Ульяновской области за прошедшую неделю. С вами Сергей Рус. Прошедшая неделя, по сути, стала первой полноценно рабочей в новом 2020 году. На первом заседании правительства Сергей Морозов назвал конкретные шаги протации кадров. По его словам, в ближайшее время сократится пост заместителя губернатора, перестанут существовать Министерство промышленности, спорта и экономики семьи, развитие малого и среднего предпринимательства и ряд других аппаратов администрации Ульяновской области. «Кардинальная реформа управления регионом должна повысить эффективность реализации национальных проектов и приблизить чиновников к народу». Подробности у Егора Титова. В первом наступившем году заседание правительства было посвящено вопросам не только текущего характера. На совещании губернатор Сергей Морозов определил круг задач, над решением которой государственная власть будет работать в течение всего 2020 года. Глава области призвал чиновников начать работать по-новому, чтобы существенно улучшить жизнь в регионе. Губернатор отметил, что в этом году заработают дистанционные центры и центры управления регионом. Не обойдется и без кадровых изменений ротации. «Ротация – это не значит о том, что люди могут остаться там в правительстве или в администрации губернатора. Ротация – это значит, что кто-то может уйти на муниципальный уровень, кто-то уйдет в учреждения, кто-то уйдет в корпорации, кто-то возглавит, возможно, какие-то общественные организации. То есть вот с сегодняшнего дня мы таким вот образом с вами начинаем активно заниматься вот следующим этапом больших преобразований». Первое изменение уже было озвучено. В области появится губернаторский совет по развитию спорта и физической культуры, который будет руководить данной отраслью. Возглавит его губернатор. Заместителем и руководителем президиума станет бывший министр спорта и физической культуры Сергей Кузьмин. «То решение, которое вы приняли, по максимальному, так скажем, влечению всей категории людей, которые задействованы в спорте, с одной стороны, а с другой стороны, как мы все понимаем, что решение ключевых проблем, это носит характер все-таки межведомственный. И большая роль здесь системы, в первую очередь, конечно, образования». Реформы ждут не только отрасль спорта и физической культуры. Большое количество изменений ждет в сфере здравоохранения. Губернатор анонсировал строительство новой взрослой поликлиники на Нижней террасе. На нее планируется потратить 300 миллионов рублей, а закончить строительство к 2022 году. В области подготовлен большой проект про реформирование системы первичного здравоохранения. «Мы запрашиваем по этой программе на период до конца 2024 года свыше 8,5 миллиардов. Из них чуть меньше миллиарда – это региональный бюджет, и 7,5 – это федеральный. Если это в конечном итоге все будет согласовано, то нас ждет очень серьезное преобразование первичного медицинского звена». Большее внимание будет уделяться профилактике. Существенное улучшение ждет материально-техническую базу отрасли. Будут отремонтированы и построены новые учреждения здравоохранения, обновлен автомобильный парк. Проект программы отправят на утверждение Федеральное министерство здравоохранения. Забота о здоровье подрастающего поколения – еще один вопрос заседания. На совещании обсуждались два законопроекта по борьбе с так называемыми «снюсами». «Этот вопрос уже, по-моему, не оставил никого равнодушным. Ни в одном уголке, не только Ульяновской области, но и Российской Федерации. Поэтому нам нужно с вами достаточно быстро принимать юридически выверенные решения». «Снюсы на основе табака официально запрещены в стране с 2015 года. Но есть еще и синтетические никотиносодержащие смеси. На них не распространяется запретительное законодательство. Закон планируется внести на заседание законодательного собрания». «Если законодательное собрание поддержит и примет в ближайшее время данный законопроект, на территорию Ульяновской области, подчеркиваю, детям реализацию именно вот таких вот снюсов, с никотиносодержащих различных изделий официально запретим». В втором законопроекту вводится административная ответственность за продажу отравлений совершеннолетним. Штрафы будут от 50 до 150 тысяч рублей. Порьба за здоровье граждан невозможна без улучшения экологической ситуации. Губернатор отметил, что вопросам защиты окружающей среды будет уделяться большое внимание. В ближайшее время в Минприроде появится должность ответственного за фауну. «Мы выйдем на метод, который существенно отличается от того, что сейчас, до сегодняшнего дня, применялось в муниципалитетах. Метод ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. То есть, еще я говорю о том, что главная цель, которую мы поставили перед собой, очень бережно относиться к животным». В заключении совещания губернатор отметил необходимость пристально следить за соблюдением бесплатного проезда в электротранспорте для школьников. И поставил вопрос об обновлении трамвайного парка, которое должно начаться в этом году. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управды ТВ. Еще одно важное политическое событие недели – ежегодное послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Обращение транслировали на главных федеральных каналах страны. Необходимо отметить, что с 2018 года мероприятие проходит в новом формате. С мультимедийными презентациями и большим количеством приглашенных общественных деятелей. В Ульяновске Общероссийский народный фронт организовал совместный просмотр посланий во дворце книги. Как это происходило в материале Ренаты Алиовой. Во всех регионах и даже в космосе Общероссийский народный фронт организовал совместный просмотр послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства выступил накануне ровно в полдень. Так, обращение Верховного главнокомандующего при технической поддержке Роскосмоса увидели на борту Международной космической станции. В Москве, к примеру, трансляцию организовали в аэропортах, крутили ролики и изображения с цитатами президента, также на медиафасадах, билбордах, вагонах метро. Нижегородцы смогли прослушать выступления на стадионе, а представители власти, общественности, спортсмены и политологи Ульяновского региона объединились в зале областного дворца книги. Правы оказались те многочисленные политологи-аналитики, которые предполагали, что президент начнет и главный акцент в послании адресует вопросам внутри страны, прежде всего вопросам социально-экономическим. Для каждого гражданина именно демографические показатели, как количественные, так и качественные, всегда были неким очень важным индикатором того, что страна развивается. Хочется отметить, что Владимир Владимирович впервые обращается к Федеральному собранию в начале года, дабы сразу обозначить позицию решать стратегические задачи. В этот раз президент действительно решил начать послание с демографии. От того, сколько детей родится в России, зависит многое, подчеркнул Путин. Так он предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от 3 до 7 лет с 1 января этого года. Средним выплаты на ребенка составят 11 тысяч рублей в месяц. Продлил программу материнского капитала до конца 2026 года и увеличил сумму при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч. Также почти полмиллиона женщин начнут получать за первенца. А всех учеников с 1 по 4 классы школ Владимир Владимирович обязал обеспечить бесплатным горячим питанием. Есть логика тоже и характерная для нашего общества. Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Вот мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно. Бесплатное качественное питание в школах должно быть введено с 1 сентября, добавляет Владимир Путин. Он также отметил важность роли учителя, поэтому ввел доплату классным руководителям не менее 5000 рублей. Это одна из мотиваций, которые будут педагоги, наверное, вкладывать. Они не так, как вкладывают душу в детей, а у них будет прямая мотивация работать более искренне, более отдачливо с нашими детьми. В своем выступлении президент также упомянул национальный проект «Культура», реализация которого началась в прошлом году. В частности, на оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств страны направлено в 8 миллиардов рублей. Ульяновская область принимает участие, как и вся страна, в национальном проекте «Культура». И мы, в частности, в 2020 году получим из федерального бюджета более 17 миллионов рублей на оснащение 4 детских школ искусств музыкальными инструментами. Следующим этапом для нас станет 2022 год. Мы также получим из федерального бюджета на оснащение еще 4 школ. Совместный просмотр Российский народный фронт организует второй раз. Впервые общественники, политики и жители встретились в таком формате, когда Владимир Владимирович в конце декабря отвечал на вопросы журналистов. Тогда акцию совместного просмотра ежегодной пресс-конференции поддержали 100 активистов. Прежде всего, должны осознать, что сказал президент и какие поставили задачи, как они варьируются с национальными проектами, которые определены в суперуказе от 7 мая 2018 года. И после этого мы уже в штабе определим, какие направления мы будем решать именно касаемо демографии, здравоохранения, образования. Представители регионального штаба ОНФ, помимо Дворца книги, организовали совместный просмотр послания в районах Ульяновской области. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Послание президента породило незамедлительную реакцию. Разобраться с нехваткой ясельных групп, проверить меры соцподдержки и дать денег за первенцы тем, кто родил чуть раньше 2020 года. Сергей Морозов встретился с активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта. Губернатор просил активно включиться в ту работу, о которой президент заявил в послании Федеральному собранию. Ринат Алиулова продолжит тему. Осмыслить, понять всю глубину предстоящих преобразований и начать действовать. С таким предложением Сергей Морозов обратился к активу регионального отделения Общероссийского народного фронта. Губернатор просил помочь общественную организацию усилить контроль за реализацией нацпроектов. Глава региона также заявил, что ОНФ станет ключевой площадкой по разработке приоритетных проектов для поэтапной реализации послания президента. Это особое квотодоверие региональному отделению Общероссийского народного фронта. Это повысит производительность, дисциплину и степень ответственности за проведенные мероприятия. Полагаю, что в том числе общими усилиями, консолидацией этих усилий мы придем к общему положительному результату. Губернатор встретился с активистами в правительстве, где еще раз акцентировал внимание на основных положениях, которые звучали в послании Путина. Как и глава государства, Морозов начал беседу с демографией поддержки семей. Самая большая ценность нашей страны – человеческий капитал, отмечает губернатор. Сейчас в регионе действуют 33 меры соцподдержки для семей с детьми, 25 из которых – областные. Хотел бы обратиться к вам с просьбой, помочь правительству провести тщательный мониторинг наших мер поддержки, понять их эффективность и по результатам давайте вместе подумаем, в том числе о каких дополнительных мерах поддержки семей с детьми могли бы с вами проговорить. Глава региона попросил Общероссийский народный фронт посмотреть глазами народа, а не чиновников на проблему нехватки ясельных групп в регионе. Президент в послании раскритиковал низкие темпы строительства детских садов для самых маленьких по всей стране. Морозов поддержал реформу в материнском капитале. В частности, речь идет о финансовой поддержке при рождении первого ребенка. Почти 467 тысяч начнут получать женщины, родившие уже в 2020 году. Сергей Морозов поручил не обижать рублем в регионе тех, кто родился чуть раньше. Давайте мы тоже вместе подумаем о некой региональной программе материнского капитала, которая захватывала бы и часть 19-го. Как минимум, чтобы людям было менее обидно. Я поэтому просил бы Александра Александровича подумать, известить все за и против о том, как нам эту региональную программу распространить на 19-й год. Присоединиться к совместному контролю губернатор попросил активистов движений в части оплаты труда для бюджетников. Проблема, о которой в послании президент заявил достаточно громко. С учетом того, что президент объявил, что новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций, здесь будет создана специальная подгруппа, которая будет более широко смотреть не только здравоохранение, но и образование. Поэтому посмотрите, если у вас будет желание войти в состав этой подгруппы. В свою очередь, каждый из общественников доложил о текущей ситуации по выполнению нацпроектов. Итоги общественного контроля неутешительны. Особенно, что касается безопасности и качественности дорог, ведущих к соцусереждениям. Только в областном центре Народный фронт проверил пути к 23 школам, и все они не выдерживают никакой критики. Паспорты безопасности не приведены в соответствии. Сергей Морозов просил разобраться со всеми вопросами в кратчайший срок, но главное, как отмечает губернатор, чтобы о всех изменениях знали люди. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Продолжаем мы официальную тему. В Ульяновске прошли публичные слушания по рассмотрению проекта решения городской думы о внесении изменений в устав муниципального образования. Жители поддержали переход муниципалитета на так называемую мажоритарную систему формирования местных представительных округов. Мои коллеги разбирались в хитросплетениях и нюансах выборного процесса. В городской администрации прошли публичные слушания по переходу Ульяновска на мажоритарную систему формирования местных представительных округов. Напомню, что 18 декабря поправки в закон о выборах в муниципальных образованиях были приняты большинством голосов депутатов. Законопроект представляет право районам самим выбирать систему проведения выборов – одномандатную или смешанную. Разработчиком законопроекта выступила городская дума Ново-Ульяновска. Напомним, что при смешанной системе часть депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, а часть – по партийным спискам. При мажоритарной все депутаты избираются по округам. Если мы говорим о том, что мы обсуждаем сегодня в рамках устава города Ульяновска, то здесь вносятся изменения в части возможности применения как раз мажоритарной системы избирательной. Если раньше законодательство позволяло применять несколько систем, то сейчас это мажоритарная система. По умолчанию, если такие изменения не будут внесены в устав, все равно будет использоваться мажоритарная система. При смешанной системе нередко получалось так, что депутат, за которого голосовали люди, не проходил по одномандатному округу, а проходили другие по партийному списку. В итоге среди жителей этот факт вызывал некое недоумение, поскольку выбирались те, за которых они вообще не голосовали. Депутатам любого уровня должен быть человек, узнаваемый, живущий в данном микрорайоне, в данном городе. Они пришли, поверьте мне, потому что доверие больше к человеку, которого знают, а не того, которого показывают. По мнению депутатов Молодежной Думы, переход к мажоритарной системе – правильная идея. Депутатами могут стать лидеры общественного мнения, да и снизятся затраты на организацию выборных мероприятий. Я считаю, что пропорциональная система имеет определенные недостатки, и мажоритарная система их ликвидирует, и будет определенная связь между депутатом и его электоратом на том или ином округе, и, соответственно, эффективность депутата возрастет, и в целом народ будет знать своего депутата в лицо. На слушаниях смогли высказаться представители всех партий и активные горожане. Все же депутаты от фракции КПРФ пытались нарушить регламент, перебивая выступающих и выходя за рамки обсуждаемой темы. Не переворачивайся, все организовано, выведено звуком. У нас все сечет, ТНТ возглавляет, что не надо выезжать. Вот, здесь сейчас все сделано, а вы берете и сейчас давку устраиваете. Стойте надеться, спокойно, ровно, вас записались на выступление, дадут слово. Мне очень сильно не понравилось то, что все-таки партия КПРФ Сегодня пыталась нам опять очередной раз сорвать и не дать выступить выступающим, которые были запланированы, другим партиям, которые хотели сказать свою точку зрения, как-то все-таки навязывали свое мнение, высказывали, обвиняли всех. Хотя сегодня было просто публичное слушание о том, чтобы мы все-таки утвердили устав и приняли решение, чтобы люди могли выбирать не по партиям, а именно тех людей, депутаты, которые работают. Все же переход муниципалитета на мажоритарную систему жители поддержали. Следующим этапом станет рассмотрение вопроса на заседании Городской думы Ульяновска. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Ульяновской области в этом году исполняется 77 лет. В стенах Государственного архива новейшей истории прошло совещание, где обсудили вопросы, связанные с подготовкой празднований дня рождения региона. Подробности у Ирины Антоновой. 19 января военного 1943 года, 77 лет назад, указом Президиума Верховного Совета СССР из ряда районов Пензенской и Куйбышевской областей была образована Ульяновская область. Накануне этой даты в Государственном архиве новейшей истории обсудили, как будет отмечаться этот самый важный для региона день. Губернатор Сергей Морозов напомнил, что Ульяновская область дала жизнь многим соседним регионам. Ее можно смело назвать матерью земли Поволжской. Не было бы нашего региона, не было бы Чумарской республики. Это в полном объеме. Мы же поделились своей территорией и своим населением. Не было бы нашего региона, так сказать, ну, как минимум треть Татарстана не было. Отдали Татарстану приличное количество земли. Отдали Самарской губернии почти по Самару включительно территорию. Отдали, так сказать, там многим другим. И Вишгородской, и все. Надо это тоже показывать. Неслучайно мероприятие проходило в архиве. Именно здесь хранятся документы, свидетельствующие о создании региона. Из Куйбышева управлять значительными территориями в условиях Великой Отечественной войны было невозможно. Поэтому и инициатором разукрупнения Куйбышевской области стал сам Куйбышевский обком партии. Записка Куйбышевского обкома была датирована 1 июня 1942 года. Однако уже к концу ноября центральные органы власти приняли решение. Об этом нам известно из воспоминаний первого секретаря Ульяновского обкома партии Ивана Николаевича Терентьева. Также губернатор предложил во время торжественного собрания объявить о начале подготовки к юбилейному 80-му дню рождения Ульяновской области. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Уллправда ТВ. А теперь немного о том, какое будущее ждет областной центр. В Ульяновске в ближайшие пять лет появится современный речной вокзал и благоустроенные набережные реки Волги. Планы грандиозны, ведь главная цель – привлечь в город как можно больше туристов. Наталья Чумаченко разбиралась подробнее. Сергей Морозов поддержал общественность с инициативой создания нового речного вокзала и благоустроенной набережной Волги. Тематическое совещание провели в правительстве. Занимаясь вопросами более комфортного благоустройства в городе, мы начали обсуждать возможность строительства нового речного вокзала. Тем более, это будет хорошо вкупе смотреться с тем, что мы сейчас с вами делаем с мем-центром. По словам организаторов встречи, место для создания нового комплекса выбрано не случайно. Планируется, что проект разместится на участке между императорским и президентским мостами. Глубина Волги в этом месте позволит подавать к причалу суда с разным водоизмещением, а это значит, что город сможет посетить больше туристов. По затратам на строительство потребуются немалые суммы – несколько миллиардов рублей. Мы сейчас будем готовить, скажем так, агрегировать те предложения, архитектурные решения, проектные решения, которые в разное время готовились разными коллегами. И, исходя из этого, будем формировать новую концепцию, которая позволит нам включиться в различные государственные программы и позволить привлечь в финансирование, в том числе и государственные ресурсы. Перед началом строительства пройдет большой подготовительный этап. Будут проведены противооползневые работы. Затем подрядчики подготовят смету оставшихся работ с указанием конкретных сроков. Ориентировочно на стройку и благоустройство специалистам потребуется пять лет. Сейчас только подготовка, обсчет стоимости, обсчет ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ, проектных работ, возможности размещения в конкретной точке, варианты того, где можно еще разместить, какая оптимальная точка. Вот такая работа ведется в настоящий момент. Сергей Морозов поручил создать профильную рабочую группу, которую возглавит лично. Первое заседание специалистов, ответственных чиновников и общественности по созданию нового речного вокзала в Ульяновске и набережной реки Волга пройдет в конце января. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. Продолжаем, если можно так выразиться, транспортную тему. Но на этот раз разговор о локальной проблеме. Ульяновск каждый год прирастает новыми микрорайонами. Например, микрорайон Волжские кварталы в Заволжском районе. Еще вчера там было поле, а сегодня стоят десятки многоквартирных домов. Во многих случаях темпы строительства породили проблему. Дороги и тротуары делает застройщик, но вот подъезды к микрорайону не строит никто. Подробности у Павла Полового. Автомобильная дорога продолжения проспекта Ленинского комсомола от улицы Алексея Наганова до улицы Зырина в настоящее время не находится на балансе города Ульяновска. Участок был отсыпан щебнем в 2018 году строительной компанией «Запад» по обращению жителей поселка Ленинский. В результате получилась дорога, но ничья. Жителей эта ситуация не удовлетворяет. Они устраивали пикеты, а сейчас обратились в администрацию города. Я приехала, чтобы передать письмо Сергею Сергеевичу Панчину от всех жителей нашего района Заволжского. Это верхняя терраса и новый город. Мы хотим, чтобы отремонтировали участок проезжей дороги в продолжение проспекта Ленинского комсомола и пересечении проспекта Зырина. Дорогу просто накатали, однако уже заселен вновь выстроенный микрорайон восьмой квартал. Несмотря на то, что новый город виден из окна, добраться до асфальтированных проспектов непросто. Там проблем с дорогой нет, потому что в принципе и дороги-то нет. Мы хотим, чтобы она там была, потому что это кратчайший путь для служб спасения в новый район, восьмой квартал, который построили за гипермаркетом Лента. Это удобно для многих жителей, которые работают в новом городе и каждый день ездят по проспекту Созидателя, а там огромный поток машин и, соответственно, скапливаются пробки. Этот участок предстоит принять на баланс города. Затем там проведут ремонт с последующей реконструкцией, установкой велосипедной дорожки, ограждения, разметки и светофоров. Цена вопроса – 9 миллионов рублей, которые можно изыскать, например, включив эту дорогу в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На прошлой неделе губернатор посетил проблемный участок, строительство дороги поддержал. По его поручению городские власти уже занимаются проблемой. Вышло поручение главы города Панча Сергеевича, на основании которого управление дорожных хозяйств совместно с МБУ «Стройзаказчик» уже приступили к разработке проекта с меддокументацией на данный участок. После изготовления ПСД, при наступлении благоприятных условий, строительный сезон, данный участок дороги будет полностью реставрирован и перейден в нормативное состояние. Специалисты говорят, что готовы начать строительство в любое время, как только станет тепло и сухо. Новая дорога, по словам Виталия Михновича, появится уже этим летом. Павел Половов, Даниил Сурков, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ. А теперь переместимся в Димитровград. Семь ярких оранжевых автобусов по спектр вот уже почти месяц катаются по улицам города Атомщиков. Все они закуплены не аром, а собственные средства для доставки сотрудников на работу и обратно. Таким образом, одно из крупнейших предприятий города в очередной раз подтвердило свою социальную ответственность и показало готовность работать не только на получение прибыли, но и улучшение качества жизни жителей. Наши коллеги из Димитровграда подробнее. Сразу семь единиц новой техники приобрели в рамках программы обновления автопарка городообразующего предприятия. В данный момент сотрудников НИАРа возят 20 единиц автобусной техники. Благодаря закупке ПАЗ-Вектор полностью выведены из строя старые лиазы. Утро в автотранспортном цехе начинается в 6 утра. Именно в это время на линию выезжают практически все автобусы. Я 30 лет за рулем, я в принципе маленький, полегче водить, большой потяжелее водить, конечно. Потому что в городе в основном пробки же, заторы постоянные, на большом тяжеловато кататься по городу. Разумеется, размер в этом плане приобретает огромное значение, ведь водить приходится именно в часы пик, утром и вечером. Поэтому при закупке автобусов учитывался и фактор удобства для водителей. Я вот, допустим, маршрут от ГПТУ, я начинаю в 6.50 ГПТУ, потом забираю людей с пожарки, ну, в 11 микрорайоне 16 школы, сюда экспрессом привожу, еду на второй рейс уже от Бочты. Поэтому 90 километров в день выходит пробег. Сами пассажиры также тепло отзываются о новых автобусах. Радуют людей как расцветка, так и комфорт. Правда, было бы их побольше, сетуют работники НИАРа. Я около восхода сажусь, там в основном уже, конечно, стоя. Это в начале пути они места сидячие, а так хотелось бы, чтобы все сидели. НИАРе я уже 32 года работаю, постоянно на автобусах ездию. Конечно, эти новые автобусы, спасибо руководству за работу о сотрудниках, светлые, теплые, удобные. Хотелось бы побольше таких автобусов. На закупку семи автобусов институт потратил более 20 миллионов рублей собственных средств в планах продолжения обновления автопах НИАРа. Емран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Димград-24, специально для УправДТВ. И еще одна позитивная новость. Школьники Ульяновска теперь могут передвигаться на трамваях и троллейбусах города совершенно бесплатно. Для этого достаточно взять справку из школы. Подобный проект уже успешно реализуется в Димитровграде, а с начала третьей четверти учебного года он стартовал и в Ульяновске. Наш корреспондент Павел Половов прокатился в трамвае с одним из школьников, чтобы узнать, как все-таки реализуется проект. Проезд для школьников в трамваях и троллейбусах в Ульяновске стал бесплатным. С этой инициативой в прошлом году выступил губернатор региона Сергей Морозов. Его поддержали как в городской администрации, так и в Ульяновской электротрансе. В декабре месяце, значит, узнав о такой инициативе, мы провели совещание с кондукторским и водительским составом, проинструктировали, что с 13 июня будет такая проходить у нас акция, как бы у нас пробный эксперимент. Значит, для каждого кондуктора, до водителя довели информацию, о которой я сказал ранее, значит, что служит основанием для проезда. Естественно, для предприятия это будет нагрузкой, но я думаю, что все вопросы, вопросы по выпадающим доходам будут решаться своевременно. С 13 января учащимся образовательных школ для путешествия по городу достаточно показать справку с фотографией, выданную в школе. Кстати, для этого не нужно даже участие родителей. За справкой школьник может обратиться сам. Единственное, что необходимо, это иметь при себе фотографию. Справки мы начали выдавать еще до зимних каникул, выдавали справки на зимних каникулах, и сейчас продолжаем выдавать справки. И я думаю, что до конца недели все желающие справки получат в своих образовательных организациях. Многие школы уже справки эти все выдали. Мы, как образовательная организация, узнали об этой инициативе заранее. И основной нашей задачей еще в декабре месяце стало информирование о родительской, учительской общественности, ну и, конечно, детей. В первую очередь мы проинформировали учителей, классных руководителей. Следует отметить, что бесплатной становится любая поездка, то есть школьник может ехать в любое время, куда нужно. Будь то библиотека или спортзал, урок в музыкальной школе или кружок в местном ДК. Это очень важно, удобно и благоприятно влияет на бюджет семьи, потому что мой ребенок посещает два кружка дополнительного образования, на которые мы добираемся на общественном транспорте. И, конечно, преимущество теперь электротранспорта в том, что он стал бесплатный. По справке школьника, Маргарита сегодня поехала впервые, однако кондуктор в трамвае оказался осведомлен о нововведении, проблем не возникло. В городской администрации отметили, что в течение первой недели, даже при отсутствии справки, дети пользуются транспортом бесплатно. По всем возникающим вопросам граждане могут обращаться по телефону 58 46 60. Круглосуточно. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. В продолжении темы образования. Для школьников микрорайона Репина Искра 1 сентября пришлось на 13 января. Жители дождались открытия 101-го лицея. В учебном заведении начались первые уроки, но перед этим прошла церемония посвящения в лицеисты. Слово Виктории Черковой. Губернаторский лицей номер 101 в микрорайоне Репина готов к образовательному процессу. 13 января около 800 учеников сели за партой современного и просторного учебного заведения. Перед тем, как приступить к занятиям, состоялась церемония посвящения в лицеисты. Сначала прозвучал гимн Российской Федерации, затем всем детям вручили шеврон со школьной символикой. Шоу-программа от танцевального коллектива украсила официальное мероприятие. В разгар торжества нам удалось поговорить с многодетной мамой Анастасией. Она поделилась впечатлениями о лицее. Сегодня пришли, конечно, в лицее, эмоции зашкаливают, все новое, красивое, современное. Все сделано для комфорта и для безопасности наших детей. Все, в принципе, очень устраивает. Мы являемся многодетной семьей, двое деток уже учатся в лицее, а с младшим мы ждем открытие образовательного учреждения «Сад-школа». Что же понравилось детям? Семилетняя Аделина, дочка Анастасии, рассказала о том, что ей пришлось по вкусу больше всего. Мне понравилось парты, что они низкие. И мне понравилось еда в столовой. Что больше всего? Что вкуснее всего, казалось тебе? Гречка. Пока лицей строился, дети из микрорайона Репина-Искра учились в 28-й и 56-й школах. Ездить было недалеко, но не совсем удобно. Открытие лицея «Гиганты» жизненно важное для ребят и для преподавателей. Учреждение рассчитано на 1100 учеников. Потому что в данном микрорайоне проживает, если я не ошибаюсь, более 35 тысяч жителей. И, конечно, мы понимаем, что дети должны где-то обучаться. И с сегодняшнего дня в школе начинаются учебные занятия. К слову, преподавательский состав давно укомплектован. Губернаторский лицей номер 101 многопрофильный. В нем есть чем заняться и спортсменом, и музыкантом, и математиком. Бассейн, медиа-центр и типография не дадут заскучать подрастающему поколению. Библиотека заслуживает особого внимания. Богатый книжный фонд соседствует с интерактивными досками и компьютерной техникой. Уже составлено и утверждено расписание занятий на второй полугодии. В рамках нацпроекта здравоохранения, а также для реализации региональной программы борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для регионального сосудистого центра областной больницы закупили новое УЗИ оборудование. О его преимуществах расскажет моя коллега Рината Алиулова. Один стационарный, другой мобильный. Парк оборудования ультразвуковой диагностики Ульяновской областной больницы пополнился двумя американскими аппаратами экспертного класса. Стоимость стекола 18 миллионов рублей. Портативные и стационарные аппараты предназначены для исследования сердечно-сосудистой системы пациентам отделения острого нарушения мозгового кровообращения и для пациентов острого инфаркта миокарда. Портативный аппарат, он предназначен для пациентов реанимационных отделений и тяжелых нетранспортабельных пациентов в палатах. На оборудовании можно исследовать состояние главной человеческой мышцы, артерии, вены, проводить транскрианальное обследование. При помощи ультразвуковых датчиков измеряется скорость кровотока по всем сосудам шеи и головы. В отличие от своих предшественников, эти аппараты быстрее, результативнее, качественнее, имеют больше функций и дают четкую картинку, что важно для врача-клинициста. Срок службы у них от 7 до 10 лет. Оборудование используется суточно и в дневное, и в дежурное ночное время. Но это высокая нагрузка и потребность отделений. Идентичные УЗИ-аппараты также закупили в кардиохирургии, кардиологии, поликлинику больничного комплекса. Оснащение ведется в рамках реализации нацпроекта здравоохранения, а также региональной программы, суть которой – улучшить качество и повысить доступность медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Ульяновской области нацелены снизить смертность от таких диагнозов до 580 случаев на 100 тысяч населения. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. Продолжаем тему здравоохранения. В Ульяновской области разработана программа модернизации первичного звена, которая включает апгрейд поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Проект заработает в полную мощность летом. Параллельно с этим в регионе уже ведется работа в первичном звене в рамках национального проекта. Ринат Алиулова подробнее. Свыше 8,5 миллиардов. Такая сумма денег необходима, чтобы модернизировать первичное звено здравоохранения Ульяновской области до 2024 года. В регионе подготовили большой проект по реформированию поликлиник, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. В разработке программы принимали участие муниципалитет, а также сразу несколько министерств. Всего в нее включены более 80 медицинских объектов первичного звена, где проведут ремонт, а также закупят свыше 400 единиц оборудования. Нас ждет очень серьезное преобразование первичного медицинского звена. У нас есть одна цель, которую поставили перед всеми, это увеличение продолжительности жизни до 77 лет до 2024 года. И здесь все, что мы ставим для себя в углу, называется одним словом – доступность. Доступность в принципе к санитарной помощи. Работу над программой в регионе начали после профильного совещания, которое провел президент России Владимир Путин в августе прошлого года. По его поручению на модернизацию первичного звена в субъекты страны дополнительно выделено 550 миллиардов рублей. Сейчас региональный проект на согласование у губернатора. До 1 июля 2020 года программу должны утвердить в российском Минздраве. Правда, совершенствовать работу первичного звена в Ульяновской области начали еще несколько лет назад в рамках нацпроекта здравоохранения. Так, недавно в поликлинике номер 3 в Ульяновске по-новому заработал офтальмологический кабинет. Из нового – ремонт и современное оборудование на миллион рублей. В частности, авторефрактометр для подбора очков и щелевая лампа для исследования патологии глазного дна. Для того, чтобы это оборудование стояло уже в современном кабинете, мы его отремонтировали. Но мы его отремонтировали за счет попечительского совета, который у нас тоже организован в поликлинике номер 3. Это единственная поликлиника, где есть попечительский совет. Вы видели, он светлый, чистый, красивый. И пациенты на самом деле тоже отмечают, что стало уютно, очень качественно. Комфорт и уют оценила 79-летняя Валентина Ивановна. Женщина переехала в Ульяновск три года назад. Тогда же обратилась к окулисту в поликлинику, чтобы дали направление на операцию. И вот пенсионерка пришла обследоваться медучреждение снова. Спустя три года, признается пациентка, кабинет преобразился до неузнаваемости. Тут совсем другое. Раньше был какой-то темный кабинет, требовался ремонт, а сейчас совсем чистый, светлый кабинет. Вообще отличный. Вот и оборудование, смотрю, новое тогда его не было. А вот лабораторию поликлиники приобрели современную центрифугу для анализов. Все за те же деньги из нацпроекта. Следующий этап – закупка автоматического биохимического анализатора. В 2021 году уже вся поликлиника номер три заработает по-новому, то есть по принципу пережливого производства. С открытой регистратуры, современной входной группы и колл-центра. Сегодня за медучреждением закреплено свыше 44 тысяч жителей Заожского района. Ринат Альулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Крещенские морозы. Хоть погода в этом году и не радует нас традиционного для этого времени низкими температурами, но это не мешает приверженцам холодового плавания заниматься своим любимым делом. За этими людьми прочно закрепилась именно рицательная моржи. Как начать купаться в мороз, какие опасности могут подстерегать неподготовленных, и почему вообще люди начинают этим заниматься. Подробности в нашем материале. 53-летний Вадим Остриков впервые окунулся в прорубь 10 лет назад. Как раз на крещение за компанию с другом. Признается, что тогда ощутил неописуемый восторг. Вода показалась ему живым организмом и была такой красивой, вспоминает наш герой. А дальше все как по накатанной. Знакомство с ульяновскими моржами, соревнованиями, ежегодные крещенские омовения и ежесезонные водные процедуры. От зависимости уже не избавиться, заключает Вадим. Окунулся, и вот быстро в 10 лет прошло, как будто бы один день. И вот без этого уже просто некомфортно без этого. Ну, самое большее я проплывал 50 метров. То есть, 50-25 метров может проплыть даже неподготовленный человек. 50 метров нужна какая-то подготовка. Не обходятся ульяновские моржи без контрастного душа, а также хождению босиком по снегу. А что касается ощущений в ночь на крещение, добавляет мужчина, то они отличаются. Вода словно кристально чистая, эмоции неподдельные. Купели во время крещения, допустим, в прошлом году, вода была очень приятная. То есть, по ощущениям, она намного более приятнее, чем, допустим, в какой-то другой день. Но такие периоды, на самом деле, в течение зимы происходят регулярно. Кто-то писал, что через 40 дней повторяется такая ситуация. Но вода, она такая, она вкусная даже. Вадим считает, что никакой дополнительной подготовки для того, чтобы просто окунуться на несколько секунд в холодную воду, не нужно. Главное, чтобы не было повышенной температуры. Перед процедурой лучше всего размяться, а после не стараться тут же укутаться в халат. Лучше всего побегать или попрыгать. Тогда ты прочувствуешь весь разогревающий эффект процедуры. Экстрим начинается, если в воде находиться долго. Допустим, там, больше минуты, 3 минуты, 4, 5, 20 минут кто-то у нас находится в воде. Это да, это экстрим. А просто окунуться в воду, причем с головой. Почему нужно окунаться с головой? В голове находится центр холода, который управляет всем организмом. И для организма это наиболее естественно. А вот медицинское сообщество говорит с точностью наоборот. Окунаться в прорубь должен достаточно закаленный человек. Хороши для подготовки контрастной души, для начинающих с промежутком в 2-3 дня. А после омовения лучше сразу надеть обувь, которая, кстати, должна быть свободной, не скользкой. Обтереться махровым полотенцем, надеть сухую одежду и переместиться в теплое помещение, где можно выпить горячего чая. И лучше с травами. Прежде чем погружаться в воду, необходимо сначала смочить руки, лицо, ноги, живот. И потом только погружаться по шею. Окунаться, конечно, с головой или нырять я бы не советовала, так как можно получить рефлекторное сужение сосудов головного мозга. А некоторым нырять в прорубь даже во время крещения опасно для здоровья. Врачи не рекомендуют христианское таинство тем, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами или заболевания органов дыхания. К противопоказаниям также относятся хронические заболевания почек, органов малого таза, заболевания, сопровождающиеся судорожным синдромом. С осторожностью к нырянию нужно относиться детям и пожилым людям. Человек начинает чувствовать себя неважно, у него может закружиться голова, у него может быть прилив даже, когда происходит спазм сосудов, может быть прилив в голову. Человек почувствует неприятные ощущения в первую очередь в голове. Потом, конечно же, онемение, похолодание, легкое покалывание в конечности, что и свидетельствует тому, что человек получил некое отморожение. В этом году в Ульяновске определено 4 места крещенских купаний. В купелях в селах Харской погребы. Также окунуться в воду можно в прорубях и Орданях на прудах поселков Белый Ключ и Плодовой. Все проруби оборудуют палатками для переодевания и дополнительным освещением. На местах будут дежурить спасатели и медики. А на открытой воде оборудовать проруби для купания на крещение в этом году небезопасно из-за теплой зимы. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается теплая погода, вплоть до наступления плюсовой температуры. А это, как подчеркивают спасатели, негативно скажется на прочности льда. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ. В Ульяновской области большой общественный резонанс получил истории с организацией досуга для юных экстремалов. А началось все с того, что в одном из дворов западного района Димитровграда на деревьях появилась необычная конструкция. Фотография сколоченного из досок навеса вызвала в соцсетях бурное обсуждение. Одни утверждали, что таким образом губятся деревья, другие беспокоились о безопасности детей, а третьи поддержали идею. Наши димитровградские коллеги встретились с теми, кто соорудил эту конструкцию и выяснили, для чего она, собственно, предназначена. Навес из деревянных досок, закрепленный на высоте более двух метров, дело рук обычных мальчишек. Говорят, сколотили из подручного материала. И это еще не окончательный вариант. В итоге должна получиться разгонка для экстремальной езды на велосипедах. В будущем это будет разгонка, чтобы разгоняться на велике и поехать прыгать. Всякие вылеты, он как такой, допустим, это тоже экстремальный вид спорта, как и BMX, в котором я участвую. То есть там нужен спортивный инвентарь, тоже самое, нужно отдельное место для этого. То есть это развитие города тоже как бы происходит. Увлеченные спортом мальчишки, не имея возможности заниматься любимым делом на специальных оборудованных площадках, пытаются сами создать условия для своих занятий. С того момента, как появилась эта конструкция, в адрес авторов звучали различные мнения. В социальных сетях нашлось как много сторонников, юных спортсменов, так и противников. Я не знаю, вот серьезно, такое отношение к ним, я не знаю. Это развитие вот идет, то есть экстремальный вид спорта, то есть занимаются спортом, здоровый образ жизни, не пьют, не куют вроде, да, а запрещать чему, я не знаю тут. По словам мальчишек, родители их поддерживают. Но многие почему-то просто не понимают стремление молодежи заниматься данным видом спорта, но и откровенно отбивают охоту что-либо делать. Некоторые горожане считают это опасным увлечением и указывают, что юные экстремалы должны заниматься в оборудованном скейт-парке, который открыли в Димитровграде в прошлом году при поддержке правительства Ульяновской области. Мы побывали на этой площадке, пробраться на которую сейчас очень и очень трудно. Тропинки заснежены и не расчищены, что в принципе и понятно, скейт-парк не предназначен для зимних видов спорта. А сами мальчишки, которые оборудуют тренажер на деревьях, уверены, что имеющаяся площадка им не подходит. У них другой тип велосипеда, у них немножко другой экстремальный вид спорта. Если здесь трюки есть, и там фристайл, и стиль, а у них просто кататься, попрыгать, вот если мы прыгаем, делаем что-то, им просто в кайф попрыгать, либо наоборот скорость большую. То есть это даунхилл, это другой вид спорта немножко. Получается, что есть дети, которые не сидят дома за компьютерами, занимаются спортом и сами создают себе условия, ни у кого ничего не просят. И есть взрослые, которые ограничились критикой в соцсетях, не предложив ребятам альтернативного решения. Что в этом случае хуже, покажет время. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для улправды.ру, из Димитровграда. Новогодние праздники завершились, пришла пора выбрасывать елки. Конечно, кто-то, как в анекдоте, стойко выдерживает их до первомайской демонстрации, но большинство все же выкидывает в середине января. Как правильно утилизировать елку, расскажет Наталья Чумаченко. После празднования Нового года, Рождества и Старого Нового года на улицах города появляется огромное количество пожелтевших и осыпавшихся елей. Люди оставляют отработанных лесных красавиц где попало – у подъездов, на детских площадках, у мусорных баков недалеко от дома. На практике получается, что такой новогодний мусор может кочевать на территории города и портить его облик до следующего года. Мало того, пожелтевшее препятствие на дороге обязательно станет травмоопасным для детей, пожилых людей и братьев наших меньших. Как отмечают специалисты Министерства природы и цикличной экономики области, в этом году сбором елок и елей занимаются все официальные региональные операторы. Прокатившись по нескольким адресам, заполненная до краев машина отправляется на мусороперерабатывающий завод. Там елки сбрасывают специальную дробилку, которая вырабатывает до 50 тонн древесины в час. Немецкая техника за секунды превращает дерево в кучу опилок. Происходит процесс дробления, и затем они отправляются на биокомпостирование для производства технического грунта. Есть еще один путь – это коммунальные артообъекты. Такие площадки мы уже делали. Одна из таких площадок два года стоит на улице Ленина. На просторах интернета можно найти много полезной информации по способам утилизации елки. Однако некоторые умельцы вообще не советуют выбрасывать дерево. Хвоя может пригодиться в корм различным домашним животным, а ствол дерева можно распилить на несколько частей и из полученных кругляшей сделать бордюр для цветочных клумб, к примеру, на даче. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улл. Правда. ТВ. В Кузоватове обнаружены кабаны, инфицированные вирусом африканской чумы. По результатам лабораторных исследований в патологическом материале, отобранного у павших диких кабанов, выявлено ДНК вируса африканской чумы. Удивительно, что обнаружены сразу четыре павших кабана, хотя обычно находят лишь единицы. Произошедшие обсуждали в правительстве. По информации, представленной главным ветеринарным инспектором Ниной Пелевиной, во время заседания чрезвычайно-противоэпизодической комиссии, четыре павших диких кабана были обнаружены на территории 8-го квартала Налейкинского лесничества Кузоватовского района 11 января. По результатам лабораторных исследований в патологическом материале, отобранном от павших диких кабанов, выявлено ДНК вируса африканской чумы свиней. Мы не ставим окончательный диагноз на территории Ульяновской области. По законодательству Российской Федерации, пробы были отправлены в город Владимир, Всесоюзно-научно-исследовательский институт защиты животных. Именно за ними сегодня законодатель определил право окончательного диагноза наличия вируса африканской чумы свиней или нет. 15-го числа мы получили этот протокол заключительный о том, что данный диагноз подтверждён. В настоящий момент наложены карантинные мероприятия на очаг африканской чумы. По словам главного ветеринарного инспектора, под первую угрожаемую зону не попали населённые пункты, а это значит, не пострадают животноводческие хозяйства. И там, в общем-то, численностью 160 голов свинопоголовья. Но, проведя расследование, мы приняли решение, что будет эпизодический очаг, и данное население сегодня не попадает под изъятие свинопоголовья. Проведём дополнительное мониторинговое исследование. Нужна, конечно, широкая разъяснительная работа. Ну и в целом, я думаю, в течение месяца окончательное мероприятие по ликвидации эпизодического очага мы проведём. Заметим, что найденные трупы животных – не первый случай в Ульяновской области. Минувшим летом также был введён карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Кузоватовском и Барышском районах. Но ограничительные мероприятия в данных районах действуют и сегодня. Согласно указу губернатора, они будут сниматься только лишь в начале февраля. И первый вопрос совещания был посвящён исполнению данного указа. Во второй угрожаемой зоне очагов АЧС на территории Кузоватовского и Барышского районов проводилось регулирование численности кабана с целью приведения его популяции до 0,25 головы на 1000 гектара охоты угодий. Было сформировано 7 бригад охотников из состава местных охотколлективов, в которые вошло в общей численности 50 человек. Данные бригады работали у нас на территории Кузоватовского, Теренгульского районов, а также в Барышском, Николаевском районе. Участники совещания также отметили, что были немало удивлены, почему в одном месте найдено сразу 4 трупа кабанов, поражённых чумой. Как правило, их встречают единично. По этому поводу будет проведено отдельное расследование. Специалисты предполагают, что не обошлось без участия человека. После уточнения данных будет проведена дезинфекция машины, в которой проводилась перевозка опасного груза, и одежда людей, участвовавших в данной перевозке. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. А теперь про животных, которых выращивают люди. Переместимся в Аграрный университет, один из ведущих вузов Минсельхоза России. Он входит в число лидеров по патентам, а ещё там функционирует единственная в России умная ферма. На площадке студенты работают с крупным рогатым скотом, выращивают рыбу и делают сыры. Бассейны для разведения рыб – помещение для содержания животных с новейшим оборудованием производства сыра. Это не описание сельскохозяйственного предприятия, а будни студентов Ульяновского аграрного университета. На базе учебного учреждения создали уникальный инновационный проект «Умная ферма». Её на днях презентовали губернатору Сергею Морозову и главу муниципалитетов. «Умная ферма» – это учебный комплекс для содержания крупного рогатого скота и доения молока. Идеальные условия созданы для десяти бурёнок. За ними следят не только студенты и преподаватели, но и система «Каус-каут». Это программа распознавания крупного рогатого скота. Через компьютер или смартфон студенты получают полную картину состояния животных, данные активности, трудности после оттела, поедание корма, состояние здоровья. «Здесь полностью всё, все освоения всех технологий. То есть от начала ухода за животными и от получения молока. Молоко у нас качественное получается. Жирность молока на сегодняшний день составляет 4,9%. Молоко, которое дают бурёнки, также пустили в дело. В учебно-технологической лаборатории сырьё перерабатывают в кефир, сметану, творог, сыр и масло. Всего 12 наименований. Причём названия продукции получили очень символические. Например, молоко университетское и сыр доцентский. Таким образом, вуз самообеспечивает себя молочными продуктами. К тому же студенты получают неоценимый опыт в работе. «В такой ферме вузов, в Минсерхоза системы нет. Ни в какой которой работает. В темилязи запускали, и на цвет она постояла просто пустая». Но и это ещё не все открытия. Вот уже 4 года в университете работают лаборатории экспериментальной биологии и аквакультуры, где выращивают самую быстро растущую рыбу в мире – африканский клариевый сом. Товарного вида рыба достигает всего за год, когда, как в природе, процесс занимает 3-4 года. «Если посмотреть на африканского клариевого сома, то можно сразу заметить, что за полгода он наращивает биомассу свыше полутора килограмм. Ни один из видов рыб такой биомассы за такой короткий промежуток времени не достигает. Мясо африканского сома обладает высокой пищевой ценностью. Это продукт функционального питания для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Кроме сома, в бассейнах лаборатории обитают белуги, стерляди и осётры. По словам заведующей, вся работа началась с двух надувных бассейнов. Сейчас же в лаборатории работают установки замкнутого водоснабжения, инкубационный цех, УЗИ-аппарат. Лаборатория аквакультуры и умная ферма – это демонстрационные площадки возможностей, которые могут реализовать фермеры Ульяновской области. Сотрудники заверяют, за помощью по вопросам животноводства и рыболобства к ним могут обратиться любые начинающие фермеры. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Улправды ТВ. Мы уже упоминали, что на этой неделе Ульяновская область отмечает 77-й день рождения. Чем знаменит наш регион не только в России, но и в мире в нашем спецматериале. 19 января 1943 года Ульяновская область появилась на карте СССР. Уже тогда регион был не просто родиной Ленина. Здесь делали патроны, которые поставляли на фронт, ведь в стране не работал больше ни один патронный завод. С тех пор Ульяновская область стала высокотехнологичным и промышленным регионом. Здесь делают самолеты, здесь делают машины, здесь присутствуют IT-технологии. И она знает весь мир. Машины, выпускаемые на мощностях Ульяновского автозавода, экспортируются на рынке 50 государств. Только по направлению Америка перечислены такие государства, как Боливия, Куба, Панама, Перу, Эквадор, Доминиканская республика, Гаити, Мексика и Чили. Около 2000 машин каждый год УАЗ продает в Европе. Речь в частности идет об Италии, Польше, Сербии, Словакии и Чехии. Перечни стран СНГ – Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Украина и Узбекистан. Российские машины покорили рынки Вьетнама, Камбоджи, Монголии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, а также Филиппин. Еще один бренд Ульяновской области – Авиастар СП – крупнейшее в России предприятие по производству самолетов. До 2004 года на заводе упускались тяжелые транспортные самолеты Ан-124 «Руслан». Сейчас предприятие создает гражданские самолеты и выполняет оборонные заказы. Авиастар выпускает единственный в мире грузовой транспортник Ил-76МД-90А. В этом году уже переданы в эксплуатацию два самолета Ил-76МД-90А. И они активно уже участвуют в боевой работе из 35-го полка ВТА. Сегодня утром подписан формуляр и завершено фактическое изготовление третьего самолета. Сейчас выполняется приемка его уже полком военно-транспортной авиации. И до конца года мы планируем сдачу минимум два самолета. Участвует в кооперации по производству нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 и легкого транспортного самолета Ил-112. Производственные мощности Авиастара позволяют выпускать до полусотни самолетов в год. Следующий мировой бренд от нашего региона – минеральная вода «Волжанка». Воду достаточно трудно поставлять в другие страны, потому что это достаточно объемный продукт. Тем не менее, санатории Израиля, Германии и некоторых других стран пользуются нашей водой для профилактического лечения своих пациентов. Ульяновская и Ундоровская «Волжанка» гордиться Ульяновской области и может. Это по праву на самом деле так, потому что предприятие ведет свою деятельность с 1967 года. Нам уже более 50 лет, и за это время предприятие «Волжанка» с маленького предприятия достигло очень огромных высот. Сегодня является очень знаменитым не только в Ульяновской области, в Павловском федеральном округе, но и по всей России. И это на самом деле так. По последним данным исследований, которые пришли в 2019 году, мы входим в топ-10 производителей бутилированных вод по всей России. Еще одна оставляющая успеха нашего региона на мировом рынке – кондитерская фабрика «Волжанка». Несмотря на всемирную известность, предприятие постоянно совершенствуется. В 80-е продукции отгружалось почти в 50 регионов Союза, в том числе в Сибирь, Дальний Восток и Среднеазиатские республики. Сейчас в ассортименте присутствует более 350 наименований продукции всех категорий, от доступной абсолютно каждому карамели до эксклюзивных шоколадных конфет. Пятая часть всей продукции завода уходит на экспорт в другие регионы и страны. Перспективные направления экспорта – Китай, страны СНГ и Европа. Эта линия будет первой из пяти линий, которые мы планируем открыть в этом году. То есть мы начинаем следующий этап модернизации производства, и планируем, что до конца этого года здесь будет установлено пять высокотехнологичных современных линий, которые позволят повысить уровень производства волжанки и дальше укропнять ее как крупную федеральную фабрику, которая на сегодняшний момент уже является. Три, два, один, поехали! Важной составляющей экономики региона стали высокие технологии. Сегодня можно говорить, что IT-сфера стала развитой индустрией. Вклад IT в налоговую базу огромен. Индустрия занимает второе место после кампаний, реализующих газ и нефтепродукты. В Ульяновской области IT-индустрия очень широко развита. В нашей области более 300 IT-компаний. Несколько компаний уже имеют мировые имена, то есть известные не только в России, но и за рубежом. Станки с программным управлением, диагностические системы для промышленности, различное программное обеспечение производится по достаточно недорогой цене, но славится качеством. Поэтому в списке клиентов ульяновских программистов США, почти все страны Европы и страны Азии с развитой промышленностью, такие как Таиланд и Китай. Ульяновцы любят свой регион, любят просто как родину и гордятся ее достижениями. Ведь достижение региона – это достижение каждого жителя Ульяновской области. И региону есть чем гордиться. Людьми, педагогами. Да всем можно гордиться в Ульяновской области, но мало предприятий, что у нас выпускает. По-моему. Ульяновская область вообще очень хорошо сейчас экономически развивается. Построено несколько заводов. Привлекает иностранные инвестиции. Так что я думаю, в будущем в Ульяновской области большое экономическое будущее. И будут производиться товары, много рабочих мест, будет все здорово. Это все новости на этой неделе. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ. Ежедневные итоги дня выходят по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова